Девушки отдыхают Разбор посланий Ефесянам На самом деле Вещи которые я хочу поднимать Я не ожидаю что вы должны Обязательно с этими вещами со всеми быть согласны Я вообще не верю В полное согласие По каждому пункту слова Божьего Один человек мне В фейсбуке написал Вот без единства мы все рассеяны Что такое единство В семье когда там есть много детей Между детьми Не всегда есть единство Но когда кого-то обижают они все кидают и защищают То есть они могут посреди недели Друг с другом драться А когда что-то серьезное Вы понимаете о чем я говорю Так и здесь моя цель преподать какие-то вещи Как я вижу в этом Послании И моя цель Всегда Когда я преподаю Показать еврейский подтекст Почему еврейский подтекст Почему еврейский подтекст Я предыдущий раз Когда здесь делал Краткую интеграцию Уже начинал с этих же семи пунктов И сейчас еще раз начну Один человек Написал статью Достаточно известный пастор Известный автор И он сказал Современная Кегела Церковь Община Как хотите Называйте ее Поражена Семью проблематичными вещами Их наверное больше есть Но он назвал эти семь И Вот то о чем я буду сегодня говорить Это наверное С позиции восьмого пункта Но семь Чтобы быстро Все услышали Потому что здесь есть люди С разных общин Слишком большой акцент На преуспевании Слышали такое Что такое преуспевание То есть В современной Мире Есть очень большой акцент На преуспевании Нам будет круто Мы будем молиться И на нас будет изливаться Река Преуспевания Богатства И прочего Ну я выражаюсь Это коротким языком Это порождает Целую массу ересей Это чушь Он сказал Что И как бы С этим я вот как бы Соглашаюсь Преувеличенный взгляд На благодать Знаете что такое Преувеличенный взгляд На благодать Это когда Мне все прощается Я могу Хоть на голове стоять А потом я все равно Упаду на колени Попрошу И Господь Ешуа Меня простит Да Он запрощает Но Писание Нас предупреждает Что если мы начинаем Произвольно грешить То не остается Жертва за грех Помните такие стихи Да То есть Есть место Благодати Но есть место Нашей ответственности Еще один момент Который Проблематичен Он называется В теологическом мире Антиномизм Или Отторжение закона Против Торы Это очень модно В современном протестантизме Что Тора Кто не знает Что такое слово Тора Все знают Что такое Тора Закон Закон Моше Что это вещь Которая Себя Сама Изжила И мы уже Под благодатью А понятия Торы Они вообще Нам не нужны На самом деле Это величайшая Чушь И заблуждение И Ешуа Сказал Когда-то Такие слова Что Ни одна Йота На небе Не придет Пока Не исполнится Все записанное Там по-русски Написано В законе В Торе И дальше Он добавил Такие слова Кто так научит Великим Наречется В Царстве Небесном А кто так Не научит Малейшим Наречется В Царстве Небесном Но в современной В современном Учении Особенно у протестантов Вот этот момент Связи с Торой Ее место В нашей жизни Он практически Полностью Игнорируется Еще один момент Обожествление Человека То есть Мы Мы становимся Центром Нас Господь Спас И возникает Такое учение Сегодня День твоего Спасения Я во многих Проповедях Такие вещи Особенно в телевизионных Слышу Сегодня к тебе Пришло Да ко мне Сегодня ко мне Но цель Божья Это не только ты Да ты тоже Разумеется Цель Божья Чтобы спасение Излилось на всю землю Ешуа сказал Такие слова Да будет Воля твоя На земле Не только для меня А для всей земли Как и на небе В Исаии Пророк говорит Следующие слова Мой народ Весь праведный Наследует землю Все время Писание употребляет слова Весь Мой Обширный Очень часто Мы как люди Слыша Учения В наших общинах В церквях В домашних группах Слышим Вот эту вот штуку Ты 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 важный элемент Большой системы Но не только ты И я надеюсь Что кое-какие моменты Из этого рассуждения Мы потом увидим В изучении послания Кефесянам Есть еще одно заблуждение Которое Я надеюсь Нас оно обошло Особенно нас Живущих в Израиле Сегодня по всему миру Есть очень много Школ Которые Которые Преуменьшают Идентичность Или вескость Слова Божьего Они начинают Говорить Это неправильный перевод Неправильный комментарий Наверняка Есть Ошибки Перевода Там и здесь Но Как концепт Слова Божье Абсолютно истина И Просто нам Не нужно в этом деле Сомневаться Я на эту тему Не буду много говорить Я уверен Что у нас здесь Более-менее Все хорошо Есть в мире Учения Которые отвергают Существование Ада Наказание Опять-таки Мы здесь Походу Более-менее Верим В эти вещи Не буду этого касаться Есть В многих Общинах Во многих Церквях И это Наверное Веяние Политики Примиренческое Учение Когда Ну Этим Открыто По-своему Этим Открыто По-своему Мы должны Любить И уважать Людей С любыми Взглядами Но это Не значит Что Я прямо Должен Сейчас Соглашаться С какими-нибудь Утверждениями Не библейских Религий Нам Писание Очень Однозначно Сказало Ешуа Сказал Свои слова Язем Путь Истинная Жизнь Мною Можете Войти То есть И вот Я добавляю Восьмая вещь Которая Я вижу Она просто Поразила Поразила Очень многие Особенно Протестантские Движения И это Связано С недопониманием Недопониманием Роли Израиля Сейчас Поясню вам Что это Такое Пару лет назад Я встретился С одним Человеком С которым Больше чем Двадцать лет Назад Был очень Дружен И этот Человек Он Пастор В России И Он Спросил Ну Чем Вы Живете Как Учите Я ему Сказал Смотри Мы Учим О важности Обращения Язычников К Израилю К принятию Еврейских Корней Веры И Он Сказал Послушай Такая Ерунда Это Никому Не Нужно Он Говорит Послушай Писание Очень четко Нам Говорит Что Время Израиля Оно Прошло Или Потом Может Когда-то Еще Будет После того Как Мы Будем Вознести На это Стандартные Такие Христианские Заявления И Он Мне Процитировал Место Из Посланий И Написано Павел Пишет Если Замедлию Чтобы Ты Знал Как Должно Поступать В Доме Божьем Который Есть Церковь Бога Живого Столб И Утверждение Истины Все Помнят Это Высказывание Из Нового Завета Церковь Бога Живого Это Столб И Утверждение Истины Какой Израиль Где ты Видишь Место Про Израиль Вот Церковь Я Спросил А что Же Такое Церковь А что Же Такое Церковь Мы Все Знаем Что Церковь И Я Хотел Спросить Что По Вашему Церковь Есть Вот Какие Мнения В этом Зале Что Такое Церковь Есть Собрание Еще Тело Мессии Что Значит Тело Мессии Верующие В Иисуса Христа Хорошо Еще Что Такое Церковь Не в том Понимании Каким Она Сегодня Видится Там На Улице Где Колокола Бьют Или Какая-то Харизматическая Община И на ней Стоят Три Больших Креста И все Аллилуйя Кричат Я не Что Писание Подразумевает Когда Говорит Слово Церковь Община Хорошо Во имя Господа Еще Хорошо Мы все Говорим Вокруг Да Миша Или Там Используется На греческом Языке Слово Какое Экклессия Оно Переводится Как Общность Людей Кирила Объединенных Определенным Союзом Новым Заветом С Творцом Кто Согласен Что Вот Это Вот Так Ну Это Ничем Не Расходится С тем Что Вы Говорите Но Если Мы Посмотрим С кем Бог Заключил Новый Завет То Здесь Вообще Нет Разговора Иеремия 31 31 Говорит Вот Наступают Дни Когда Я С домом Иуды И с Домом Израиля Заключаю Новый Завет И Потом Через Благодать Господа Через смерть Воскресения Через Какие-то Космические Изменения Язычники Прилепились К дому Иуды Израиля То есть Гарин Центр Церкви Он очень Еврейский Я сейчас Попробую Пояснить Это Чисто Мирским Языком Кто Из вас Когда-нибудь Видел Хотя бы На картинках Вот сейчас Много разговоров Идет Про Иранский Ядерный Реактор Кто Когда-нибудь Видел Вообще Не иранский А какой-нибудь Реактор Вот мы Которые Вышли С Белоруссии С Украины Видели Фотографии Чернобыля Такая Громадная Махина Которая Удерживает Атом Которая Регулирует Его Безопасность Которая Регулирует Выхлоп Энергетический Сложные Сложные Вливания Людей Ну Примерно Представляете Про что Я вам Говорю Так вот Вся Вот эта Огромная Конструкция Это будет Пустой Тратой Времени Если Там В реакторе Не будет Чего Атома Урана Вся Эта Махина Будет Просто Напрасной Тратой Времени Так вот Израиль Иуда Это Вот Этот Вот Атом Внутри Атомного Реактора Это Самый Уран Без Него Вся Идея Она Бессмысленна И Современное Христианство К большому Сожалению Оно Настолько Выхолостило Идею Что Мы Превозносимся Над Ними Что Вообще Нету К чему Притепиться Так вот То О чем Я буду Говорить Я буду Пытаться В каждой Запятой Улавливать Другой Смысл Который Я верю Павел Вкладывал Туда Знаете Почему Он Вкладывал Потому Что Не вкладывать Не мог Потому Что В отличие От мнения Что Его Стали Звать Павел После Он Покаялся Слышали Такие Вещи Раньше Его Звали Шауль А когда Или Саул А когда Он Покаялся Он Стал Павлом Типа Он Сабыл И стал Павел То есть Имя Поменял Потому Что Обратился На самом Деле Это Чистая Ерунда В те Времена Просто Люди Имели Особенно Люди С греческим Гражданством С римским Гражданством Имели Два Имени И Просто Народи Его Звали Шаули А Там Его Звали Паулус Вот И Все И Это Был Куда Более И Гуди И Ортодокс Я Рискну Сказать Даже Не Сравнивать Его С Апостолом Петром Который Был До Этого Просто Рыбак Я Могу Сравнить С Любым Сегодняшним Ультра Хариди Из Бней Брака Я Думаю Что Павел Был Более Хариди Чем Они Потому Что Однажды Он Сдел Такое Заявление Но Записано В Деяниях Апостола В 28 Главе Помните Его Арестованного Приводят В Рим И Когда Его Привели В Рим Он Взывает Старейшин Общины Иудейской И Говорит Братья Никогда Ничем Я Не Приступил Против Отеческих Преданий Что Такое Отеческие Предания Это Тора И Галаха Халаха То То есть Толкование Образ Жизни Это Тора И Устная Тора И все Вместе Я Никогда Против Этого Не Приступил Вы Знаете Это Человек Я Когда Читаю Я Всегда Как бы Поражаюсь Во-первых Когда Читаю И Я Немножко Немножко Все Не знает Никто Но Немножко Знаю Недельные Чтения Недельные Главы Я Почти Всегда Вижу И Слышу Когда Читаю Павла Как Он Как будто Дает Коммент На Какую То Из Определенных Недельных Глав Она Просто Сливается Некоторые Говорят Павел Какой Павел Павел Из Иудаизма Развил Христианство Это Как Читать Это Как Читать Можно Читать Все Наоборот И Видеть Совершенно Глупые Вещи В Любой Умной Книге Но Цель Наша Вернуться К Основаниям Окей Это Было Первое Вступление Субтитры